И тренд протектора. Хочу Рики и Паджика. Да, но это во вторую команду. Давай, еще одного героя. Еще одного? Тичас. Но его нет в ССМ моде. Без того, что есть в ССМ моде? Так, никого не хочу. Тиберсо хочу. Поверяется ДП и Тиберсо. Я не уверен, что он против ДП хороший герой. Нет, он здесь плохо. Он здесь не нужен, точнее, LGTFJ. Он просто не нужен. Нужен Visage. Срочно нужен Visage. Че сразу Visage-то? А че нету? Нормально же общались. Видишь, что нормальный парень. Нормальный общий. Повеселее. В Рейс Кинг со скелетами, а? Не видел еще? Нет. Ты вообще эпик. У него теперь нет мультиплера крита на мобов. Он их ваншотает. Любых. Любых. Абсолютно любых. Да, то есть ты приходишь, и если ты можешь угадать в крит, то ты убиваешь теперь там кентавров ухвового основного удара. И за каждый успешный крит по критам ты получаешь заряд в свою пассивку на крите. Без таланта максимально 7, с талантом 12 зарядов ты можешь сделать. И потом, нажимая на клавишу, вызываешь скелетов, которые бегут сами по себе, и ты можешь только иногда, вкидывая станы, ими примерно управлять. Мы про доту сейчас говорим? Да. Осталось 5 секунд. И ты вот, допустим, на первом уровне, например, делаешь 5 стаков, ну, повезло тебе, 5 критов вылетело, то ты вызываешь 5 парней, у которых дофига здоровья, и порядка 40, по-моему, урона. 30-40. И ты жмешь, они просто... Это что-то не про доту рассказываешь. Это что-то про другую. И они просто бегут, они убивают все, и ведут ближайшую цель. То есть они идут, убивают весь лес, потом идут куда-то в поление, фармят лучше тебя, и на лоу-левеле с ними драться просто невозможно. Короче, ладно, уговорил, хочу Рейс Кинга тогда. Пикните Рейс Кинга. Кстати, они пикнули Виссаджа, по моей просьбе. Виссаджа пикнули. Но я... Тебя тоже слушают. Ну, так это же ЛФА, я же за них с пеленок захвул. С пеленок моего сына. Примерно в том же возрасте, как раз я начал болеть за командой в АГ-Юнити. Не, на самом деле, они даже раньше появились. Вот так вот. Так что, да, 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 мы с ними на одной волне... Вот это новости в датаминге. Ты про какие тайминги? Ну, по болению за команду. А, ну да. Так, там мастер по развлечению, менеджер по развлечению, бремастер появился, мастер-бремастер. Так, а тут ДДЦ должен нам четвертый пик показать. Так, и давайте, давайте мы сейчас-то предскажем, это будет тролль. Почему тролль? Почему нельзя герой, который убивает ДП? Тролль или террор-бейт? Террор-бейт даже лучше, наверное, будет. Да. Хочу тролли или террор-бейты хочу. Террор-бейтов еще не было, ни одного, ну, на ДП или... Ну, я видел, кстати. Где Тусь по взаимодействию? Ну, я где-то был. Ну, вообще, террор сейчас довольно интересный парень. Во-первых, потому что иллюзии не умирают Абрашана, и он может активно пушить. Во-вторых, потому что в камере в паблике ты можешь сделать еще морфай и сделать второго ТБ. Четко! Четко! Как же они хороши! Сумонят, просто сумонят. О, господи. Они и височи... Смотри, смотри, это лучшая команда, они угодили и мне, и тебе. Так все, можно даже не комментировать. Забей, все, закончили. Они выиграли, я их поздравляю с выходом с какого-нибудь места. Ну, где-то в районе второго или третьего. Думаю, на первое они еще не попадут, не смогут по очкам, а вот на второе, думаю, замахнуться могут в случае победы. Это реально лучшая команда современности. Ну, с этим сложно спорить. Слушай, тут какое-то странное распределение. Подожди, подожди. Получается, что... Ага. То есть команда, которая занимает первое-второе место по итогу регулярного сезона, она сразу попадает, так понимаю, во вторую стадию плей-оффа. Вот оно что. А Вич... Да, и Вичи Гейминг Тандер, и ЛЖД Форевер Янг уже попали в первую-вторую стадию. Непонятно только с какого места. То есть кто первый, кто второй занял. Так что они уже молодцы. Кстати, Тимакс сейчас проиграют эту карту. Не факт, что они попадут на матч стыковочный с вторым дивизионом. Они могут вылететь сразу в него? Да потому что у них с Сидеками будет одинаковое количество баллов. Если они сейчас проиграют, у них будет по три балла, и, видимо, между Сидек и Тимакс еще будет переигровка. Ну что ты их сразу захоронишь? Вот, слушай, еще один лучший герой современности. Спектра. Спектра тоже сейчас очень-очень сильная. Ну, опять же, я вот радуюсь хотя бы только тому, что пул героев просто какой-то невероятный. Пока что. Пока что, по крайней мере, лучшее время для комментирования, потому что, действительно, команды дышат, а не зажатые в каких-то дисках меты. Рамок еще никаких нет, они сами эти рамки пока создают. Поэтому, в общем-то, мы и наблюдаем с таким разнообразием. Ждем какого-нибудь большого турнира, где уже будет сформировано первое понимание, что сейчас нужно и важно. Да, я думаю, вот плей-офф Дота Пита более-менее покажет. Ну, там последние матчи какие-нибудь. Может быть, все-таки на следующем миноре, на Perfect World Masters миноре, там неделю будет турнир идти, там будет время мету стаканить. Более-менее. Так что ждем этих событий. Так, ну а мы пока будем наблюдать за Team Max LGD Forever Young. Ну да, хорош. Race King против Spectre. Такого еще не было на DPL. Будем наблюдать. Даже не было, наверное, и в предыдущем патче. Не помню каких противостояний. Понеслась. Я жму рейт-клик дабл на Race King'а. На Race King'а и будешь следить за ним. И буду только на него смотреть. Это реально лучший парень на свете. Ну а теперь хочется брать крит на первом уровне и не стану, чтобы быстрее набирать стаки. Действительно тяжело формяться. Если ты не имеешь какого-то автокрита. Я еще по глупости своей, когда играл, сделал Radiance. И крипы умирали от Radiance, а не открыта. И тоже это были минус стаки. Вот они делают ответный выпад. Причем, заметь, опять сколько же, четвертая карта сегодня от T-Max. Четыре карты из четырех они бегают. С маке выискивает себе фраг. Две удачные, две. Одна неудачная одна сейчас происходит. Видимо, тоже не совсем удачная. И в ответ им уже LFY будут ловить ДП. Рейскинг. Да, все-таки через танчик пока. Дальше Ignite. Замедление отшапныли в том числе. пробивают с руки очень больно. ДДЦ делает ФБ. Что дальше? Продолжает ли драться? Ну там черенг-тач. Я бы дрался. Аппарат легко убить. Ну там черенг-тач. Там слишком много урона с руки. Урон-то много, а дизейлов-то нет. Можно бить в ответ. Неужели просто разбегутся? Ну, возможно, Аху-то и не убежит сейчас. Погоня за ним от Эчвая. Эчвай на сапоге. Огар-мак. Сейчас, если подкопают, просто читать он не будет подкопать, он будет просто убить. Тогда они будут за ним еще довольно долго бегать. Тоже правда. Ведь в маху все же забили там и убили такие аппарата все-таки. Отжали руны. Слушай, Аху на разворот еще дерется против Эчвая. Кто кому еще обеиграет? Ну да, Сэнкинг соло не может. Что происходит? И никто не хочет возвращаться помогать Сэнкингу, потому что многое-мага опять-таки очень много времени придется потратить. А Крип-то уже выходит и хочется... Ну бить же может. Да, он может. Аппарат идет. Он их двоих может убить. Тоже правда? Если захотеть. Аху давай, развернись и снова по щам, по щам. Да, здорово получилось. В ЛЖД Форевер Янг они смогли сделать два минуса. Один из них Феррис Блатт, соответственно. Что по баунтирунам? И три баунтируна еще забрали. Вообще великолепный старт. Ну и можно вот на такой позитивной мажорной ноте продолжать продолжать свои активные действия. Так, тем временем Макс решили переместиться куда-то в район верхней линии или же все-таки в центр. Тут непонятно. Аху пришел в центр. Дистоунсу очень сильно мешает. Возможно Деспроф сейчас приземит одного из суппортов к себе поближе, чтобы так же как Угар Мак надоедать чужому мидеру. Но все-таки суппорт решили сделать с Ганг. Так, а тут ли не в соло убивает инфлейм Чалисса? Вот мне что интересно. Через 4 секунды будут топоры. 3, 2, 1, бросай. Закупился перед смертью, конечно же. Но соло фраг это все хорошо. Сразу слабли не происходит. И в очередной раз за сегодняшний день Мистмастер похоже, что будет стоять против триплы. Бримастер здесь вынужден будет конечно же терпеть. Возможно ЛФА захотят снова прийти против триплы и постоять против Спектры непосредственно. Если Монета и ДДС прожмут ТПшки и идут на верхнюю линию. Но пока инфлейм остается на верхней линии. Если смогут его вновь перехватить и убить, Сен Кинг заходит за спину. Есть Колд Фит HY Радиус пока не хватает для подкопа. Инфлейм конечно много времени выигрывает уходит из-под Сен Кинга пытается мансить но должен его перехватывать все-таки HY Подкоп Колд Фит очередной и инфлейм очередной раз наверное отправляется. Все-таки наверное хочется сюда какую-то даблу поставить а не одного Бистмастера отправлять на растерзание. Ну или Бистмастеру просто может быть не стоит на линии в принципе находиться отправиться в леса пусть там фармит раз уж никто ему не помогает. Все равно на линии делать нечего на линии тебя раз за разом будут убивать. На Дистонса в центр атака Шапнели пошли Бладласт пробивает с руки с Игнайта Дистонс на развороте Крипс Вором и Дистонс погибает такие. А у Гармак как бегал так продолжает бегать на хосте. Хорош выпад дерзкий наглый но самое главное результативный от ЛФА. Грамотно рассчитали свои силы свои возможности смогли сделать минус не изучались. Подставляется под Соласамшин удары с руки от Монета и это минус. Очередно. Как-то посыпались Тимакс прям на всех линиях. Мало что удается полезного сделать. Верхняя линия пострадала низ пострадал центр тоже. Надо взять себя в руки потому что уже внезапно на четвертой минуте преимущество больше двух тысяч. Бестмастер. Ну против трех героев он конечно слабоват но против двух вполне стоять может. разминает фонты прогоняет еще и Раи. Показывает кто здесь конечно отец на этой линии. Ну нужно быть акупатим. Абарат такой все герои для бафа в спектре. Не крути. Был бы какой-нибудь хауссайд например он мог бы дать станы и как могли бы продолжить как могли бы убивать. А здесь ну кидаешь в лучшем случае замедление и Бестмастер просто бегает на ноги. Поэтому понятно что он показывает. Сторожно что он их еще не убивает. Ну сейчас потягивается с Инкинг и возможно Бестмастер удастся убить. Но команду дошла с крипами вместе под вышку поэтому и Чувайд тоже пробегает просто-напросто мимо. Гормак пошел ставить вард находит здесь Инжи Топаришина получает колд фит акупу игнает продолжает драться прям невзирая на то что сейчас замерзнет. Побежал. Это Гормак. Так-так-так у него герои работает. Абсолютно все равно. Слишком много бармора слишком много аппаригенов. Возвращаются два саппорта правда аппарат очень битый но у них должно хватить сил но Спектра далеко не пошла что может быть и не хватит. Замерз. Ладно. Так-так-так хватит. Спектрал Даггер и Бестмастера стопит еще Синькинг неплохой бодиблок показывает да, есть непосредственно. В Центре выход на ДП. Но полезнее фраг сделали ЛФА. Повкуснее я бы даже сказал потеряли оффлейнера то убили мидера во второй раз. Более-менее 6-3. На каждой выпаде стороны Тима еще часа. Сифоны прожаловали люди чтобы жить. Теперь у него долгие кулдаоны будет он теперь не опасен какое-то время. Пятая минута святыня. Громак хотел переходить с одного из суппортов но понимаешь там будет реген надо туда уходить. Снизу тем временем бремастера стараются взять есть Грейвчилл Чалис далеко ли он уйдет там уже дотянется или только вот в общем вопрос Чалис да потерялся но боскетов звать охуей вот же они скелетоны 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 что у них есть так посмотрим 350 хп 37 атаки и пошли и полный неконтроль а сколько они действуют по времени вечно пока не врут а почему над ними тогда висит какой-то dota tooltip modifier как кто его знает что будет если он закончится без идей не ладно может быть они от этого умрут но я ни разу не видел что они умирали и нигде не написано что у них есть все время жизни точнее все разве что они умирали они умирали от кого-то в лесу на рошане на вышке они же просто идут а они вообще бешеные просто митя ими видел так терением подкоп пошел на бестмастере бестмастер сейчас очень много героев за это поляжет спектра уже минус аппарат уже минус так и не давив бестмастера скорее всего тоже стал чемпион аэррор и погибает вот и супер да грамотная перетяжка от мидера и пожалуйста какие результаты сразу же три фрага причем своего оффлайнера таким образом засейвили тотальная доминация стадия ленинга ничего тут не скажешь седьмая минута уже 4000 преимущество счет 9-3 все в порядке на всех фронтах у команды лфай так напишут что 90 секунд да я читаю игрос опять же что сам лично не проверял те разве что я их вызывал они не жили в фрошноте ничего не было нападение довольно плотное урона хватит но потратил ману чтобы не резнуться чтобы не запустить долгий кулдаун проще умереть и вернуться на фулл хп фулл мане чем он сейчас один раз умерет умерет еще раз но не будет его ультимейт еще 200 потом из-за этого обычно рискингу и не качали сразу ультимейт на шестом просто оставляли скиллпоинт на всякий случай мало ли уже вкачал поэтому пришлось манну все тратить тоже в принципе хотя бы демиджи вписал то есть тоже неплохо в центре выход на снайпера возможно будет сейчас супер занимает грамотную позицию так хвай ускорился ультимейт от спектр мисплей мисплей абсолютный мисплей хвай далековато находится потягивается инфлейм есть прайм урор но в кого передумал давать сначала потерял вижен потом передумал давать на огар нападение то он погибнет тоже небольшой мисплей огармак поверил то что сейчас будет инициация без мастера он придет и поможет в результате просто упустили те и другие но хотя бы одним фрагом довольствуется тиммакс можно сказать о том что спектр ультанул для того чтобы сделать фраг на огре в результате получилось именно так иллюзии на интересный mortal strike сейчас смотрю то есть с повышением уровня количество зарядов увеличивается смотрю с 4 до 7 до 7 на 4 и есть талант на доп урон скелетом и на доп количество скелетов до 12 интересно будет посмотреть в лейте как это будет работать если монет возьмет именно эти таланты ну как я понимаю задумка всего этого дела ты носишь с собой заряды и используешь их только в узких специализированных местах например при убийстве табуров или там при гангах определенного героя которого очень нужно убить вот как сейчас то есть оп стан скелеты пошли и вот какой-нибудь урон типа нужным героем пока не похоже что скелеты плохо получились не очень сильными как домашний или без плюс 30 урона но какого-то слабого героя типа там сэмкиш это шамана они убивают просто на ура спектр уничтожили снова очень классно подтягивается супер и вот с появлением снайпера конечно тимакс просто не могут продолжить свою атаку они скорее хотят развернуться и попытаться уйти но их никто не отпускает рейскинг потерял свою жизнь потерял ультимейт свою реинкарнацию потерял ее в трех героев я думаю он доволен таком размену здесь да здесь грамотно и по итогу очередной выигранный замес стола пай что ты надо смотреть просто или используешь этих следов для того чтобы ты вра пушить например сейчас были бы заряды вызываешь стоят какие-никакие ребята давят и если расценивать то что валв возможно хотят чтобы некоторые коры выступали как четвертые или пятые позиции на персв например в рейскинг который просто бегает там встанет кому-то мешают то вот он с леса выходит набирать заряды и активно пушит и потом в дальнейшем на двенадцатом пятнадцатом двадцатом далее берет именно бафы скелетов и травела, догера, ауры какие-то и просто с ними пытается давить вышки да я посмотрел бы на рейскинг четвертой позиции здесь кто-то нам на прост сцене это дело покажет но здесь это керри все-таки керри поэтому упор делать на скелетонов возможно и не стоит ну как опция для того чтобы опять-таки да вот действительно поддавить это зайти на хайграунд чтобы появилась какая-то пушащая сила почему бы и нет почему бы это не использовать два заряда уже есть надо все-таки к нейтралу наверное почаще как-то обращаться с них проще всего будут эти заряды набирать так, рай здесь же хайграунд подкопали пытаются убить биседжа есть ультимейт еще и от спектры хаунд и забрали биседжа далековато зашли все-таки рейскинг его тиммейт в леса чужие там противник был готов ну потеряли всего лишь саппорта я думаю ничего страшного ну там стрика дали это неприятно судя по финансам 5000 перевесов все еще ничего страшного слишком много у снайпера да, снайпер хороший ну тут в принципе у рейскинга тоже много и что самое главное инфлейм не страдает у него тут некрономиконы первые уже появляются у него нетворса больше чем у керри противника это уже о многом говорит на старте игры так, ну и в центре у нас вышка падает катапульта есть снайпер тоже здесь расстреливает дистонс очень боится подойти понимает, что возможно здесь все-таки снайпер не один и за спиной будет какой-то заход на верхней линии поломали брюмастера ДП сюда фамильяра стараются помочь спастись и инфлейм все-таки в последнюю секунду подкапывает сенкинг инфлейм может развернуться просто подраться все равно уже не выживет забирают бестмастера и фамильяров можно перепризвать вышку защитили тимакс ну хотя бы так поставили очень хороший вард глубокий такой вард вард, который дает информацию о перемещении суппортов сейчас в район центра или в район верхней линии я думаю, что на такой минуте ребята из макс даже и не ожидают что вот именно здесь может располагаться вижм поэтому и шансы раздеварить будет невысок да, ну и скорпион не находит себе пока левел шестого и седьмого не находит никакого поэтому не может выступать какая-то грозная сила которая будет ходить всех убивать или гангать поэтому его никто не боится все спокойности в этой форме вот аппарат пошел и взял что же скорпион так у них замечательная связка вот когда появляются ультимейты ходишь просто где-то по лесам находишь герой убиваешь смотрю бьетро из кинкрипов и как-то слабоват у него пассивка работает ну видишь, надо чтобы крит вылетал то есть это прок именно когда крит а шанс лета не очень большой ну одиннадцать и вот ты по идее можешь попытаться стопить свою атаку и выдавать ее только на крите но это надо уметь делать я, например, не очень хорош в этом деле но я точно знаю что есть программы типа того которые позволяют бить он или критами ну на замахе так понимают а останавливать то есть ты можешь отменить атаку пока не увидишь что у тебя меняется анимация замаха и подтверждать только ту, которая является критом но тем не менее если ты автоатакой бьешь крипов то как минимум с двух пачек я так понимаю заряды ты свои все равно накопишь если он для критом бить ты на лун накопишь то чуть ли не с каждой пачки но проблема в том что там все шансы очень маленькие и надо чтобы он еще прокнул и так далее поэтому сложновато набирай там с этим нападением и грабисниц все лагает и ДП просто исчезло ни трупа ни чел просто пропало да-да-да я тоже это видел точнее не увидел как она исчезала увидел только ее отсутствие в момент ее отсутствия так ну что 7000 преимуществ уже forever young ну все опять-таки идет вот по тому же сценарию что было и в карте под номером 1 и как-то не беспросветно все для Тим Макс где же вот их ресурсы для камбэк где же их возможности где же их попытки перевернуть что-то в этом матче но вот сейчас бюрмастер залетел речевая не добивает есть неплохой праймал сплит Синькинг все-таки погиб размен на угармага и бестмастера сразу же используется хаунд и больше видимо никого не поймают но это из-за того только то что ЛФА слишком далеко зашли получилось как-то у Тим Максна напасть в центре подцепил по развлечениям но продолжения никакого не будет в это время Манет даже в драке не участвовав просто спокойно фармил вызвал пачку скелетонов что-то подпушил ну и нафармил себе даже на Блинк Даггер после Мидаса ну что Сол Ринг ПТ Мидас Блинк Стики все это на 15-й минуте как вы понимаете это очень много абсолютный фарм беспрепятственный для Манета ну и дальше делать Блэдмейл давайте Тим Макс соберитесь уже соберитесь покажите нам красивую хорошую доту где ваши драки у вас такие замечательные ультимейты и комбинации есть о которых ты рассказывал и ПЦентра с Айз Бластом можно комбинировать даже Хаунд есть целый Брюмастер который даст контроль на замесе ну как-то вот все это вместе у них не собирается спектура выход в топе вырывается в Рейс Скинг опять же не очень качественно используется ему везет скелеты агрятся на нужную цель ДП экзорцизм у Манета конечно же имеется ультимейт если что утратить на 11 я думаю ему не очень хочется Прайм Урор сцепили аппарата Дистонс тоже стоит тоже его каким-то образом уничтожило непонятно каким но как-то уничтожило минус 3 ну ничего не получается ребят конечно идут они за Рейс Скингом знают что у последнего есть ультимейт знают что он может воскреситься они все равно за ним идут до конца воскресить конечно и все равно идут идут тут и погибают никого не убивая в ответ грустно темакс грустно уж совсем конечно расстроились ребята видимо настрои у них будет только на переигровке с коллективом Сидек за то чтобы не вылететь и второй дивизион да и такую доту смотреть еще тяжелее как когда это китайский сервер ты наблюдаешь за тем как одна команда просто уничтожает другую причем делает это неспешным образом наблюдаешь это все еще с лагами с китайскими серверами это действительно тяжко так во у меня вроде распогодилось распогодилось звуки убийства Рошана да прям стали нормально бегать разлага погодилось в нашем случае да можно и такое слово использовать так ну и 9000 да ЛФА что Рошана забирать что-то побили побили то ли посчитали что урона мало то ли долго будут забирать побоялись ульта аппарата не понятно в чем была основная причина но сейчас у Бримастера могут быть проблемы стоит ВК в позиции и видит куда тут ТП что там все на вардах но решили не трогать его просто забирает тавр в центре снизу Бистмастер огромное количество суммонов Фонта Праймал Рор получает то как его зажали боже мой столько зверей здесь столько кошмара испытал на себе сейчас супер нет не супер Фонта конечно же его просто уничтожил Бистмастер с зоопарком своим тут фамильяр некрономиконы кабаны что только не было тут пассивка все это дело хороший минус но вот отсутствует пассивка это не сильно апает именно с топоров птичек пизажа но все остальные что-то совсем больно начинают бить там же закрас где сколько 10% у него на третьих топорах за каждый стак получается красный некр уже докидывает себе 12 с небольшим уродом за каждый топор ДР сканирует непонятно куда у меня на карте нет обозначения не попадают и в самоке сейчас хорошо очень двигаются видят их Огр и вот уже двигаться не очень хорошо из-за того что побоялись нападать первыми сейчас будет ли их цеплять ну надо по идее перехватывать выбежать у него даггера все еще даже в планах нет но и Огр некий долагнает хотя доставал Рискинг там уже на подходе был тоже влетать не стал ну как-то пробежались Тим Макс увидели противника развернулись убежали все смог теперь от ЛЖД Форевер Янг судя по всему да они убедились в том жались под смоками что второго смог у них уже не будет поэтому они будут съесть на базе отбиваться от крипов соответственно у ЛФА возникает такое небольшое временное пространство в течение которого они будут забирать Рошана ну это Айгис это вновь это просто Айгис без сыра пока расставляются агрессивные варды на чужой уже базе ну и внешних строений нет преимущество хорошее можно в целом попытаться прям организовать какую-то драку на базе у противника сейчас это очень удобно делать на самом деле удобнее чем в предыдущем патче хотя бы только потому что нет святынь и бесконечно противник на базе захиливаться не сможет перебегая одной святынь к другой поэтому драка будет полноценной ну единственное что конечно байбеки могут повлиять перебегая может у тебя попробовать перезайти в ДОТТВ я даже не буду я знаю что возможно я даже просто не подгружусь в таком случае я рискую кто не рискует тот не смотрит без лагов а кто рискует тот смотрит в рестриме игру и комментирует в рестриме иногда идеально слушай хорошее предложение найти комментатора с Дальнего Востока да я почитал уже аппарат машинопадения в это время и на Скорпиона одновременно оба страдают оба вроде выживают но снайпер ульдит не точно это казалось бы мы же по развлечениям все испортило ему и в Рескинг но птички сажаются аппарат погибает ну и можно подниматься на хайграунд отпушивать особо нечем нужен врыв Скорпион все еще без даггера Брелл без ультимейта уже остался и ДП тоже 11 без второго ультимейта всего 8 душ это не очень опасно Скорпион подкопался и сразу погиб кто следующий заходи по одному ну пока следующего нет и в его ожидании ЛФА конечно же забирает теперь тревышку Глифа тоже нет может расстреливать аккуратно супер есть Драгон Лэнс может себе это позволить как у Рескинга еще есть реинкарнация так у Снайпера еще есть Аегис все у них имеется а у команды Макс уже в общем-то отсутствует например Праймал Сплит достающего ультимейта для драки но 100 рейтинг будет драка Фаербласт Рескингу первую жизнь сняли Примастер должен погибать по идее так залетают Айс Бласты реинкарнация срабатывает Спектр уничтожил сразу Спектр просто зафокустили в секунду Скорпион умер за компанию ДП пытается высасывать здоровье даже вроде бы неплохо рейсит его но это не наносит много урона это идея выживаемости ее в итоге догоняют она тоже погибает причем умерла закупилась ТАФом и у нее пропал Бэбэк из-за этого ГГ да ну Снэн Кинг у нас так и бегал без Блинк Даггера в результате не дал свой эпицентр который мог бы наверное помочь как-то за мисси ну если честно красивая игра хорошая а я расстроен я расстроен последним матчем сегодня такие хорошие катки были с утра вот там последний матч тоже был неплох а тут прям две карты и совсем какой-то уныний от Тимакс понятно конечно в Рейс Кинг заходит врывается побеждает что тебе еще надо для счастья визаж тоже просил вот он интриги драка 4 на 5 на нижней руне до криповых два смока снос и вышек куча саммонов радианс в конце концов появившийся как лучик надежды а ты оптимист я смотрю да человек который ищет позитив мне норм нет ну ладно на самом деле да было много всего хорошего я еще в приятном таком остатке послевкусия после первых матчей поэтому мне тоже все понравилось ну и молодцы LGD Forever Young выиграли в общем-то даже где-то наверное первое место будут занимать по итогу этого сезона большие они молодцы вместе с Вичи Гейминг Тандер они будут идти сразу во вторую стадию плей-оффа ну а 4 команды такие как Ньюбин, Виктус Гейминг Вичи Гейминг и LGD Гейминг они будут уже в первой стадии плей-оффа коллективу Сидек и коллективу Макс придется играть матч очень важный матч команда которая выиграет в этом матче она будет играть стыковые матчи со вторым дивизионом а команда которая проиграет вылетит во второй дивизион напрямую ну а LG Vitality тоже будет играть стыковые матчи как-то так регулярка 4 сезона ДПЛ подошла к концу плей-офф друзья будет стартовать с 10 числа с 10 ноября вот уже через неделю будем мы тоже комментировать сидеть так что пока здесь в общем-то все с ДПЛ мы завязываем на короткий период времени прохождение с 8 с 8